так всем привет с вами геракла записываю нл 50 нл 100 там что есть то играем вот хобби игроки темно-синенькие погнали если этот хобби игрок закатывается я стал закрываю очевидно потому что тут остаются только товарищи со в пипом 25 что он пытался выбить хобби игрока со в пипом 70 на какой-то лаже молодец для меня это супер то что вот этого товарища теперь есть шашечки я знаю как он играет король я седьмой ничего тогда не будем делать дома 10 тоже на четвертом столом нам нужно посмотреть что вот это за братишки за рович это даже фишерек можно сказать у него там 20 в пип нужно посмотреть чего-то это за товарищи плюшка сколько трибетит 21 он трибетит погнали пихаться с ним я лун братан он выкинул ногой не хочет пихаться хотя фолт на 4 под у него 25 ну теперь и 28 я думал мы радостно запихаемся посмотрим чё кому упало это же очень весело так тут сидит виппач на бб прямо виповый виппач тогда мы мы конечно же по изолируем потребить им что нибудь такое сделаем плюшка на 2 и 2 бб мы конечно же дфм просто зайдем коликом так туз есть но туз нас не очень радует без бакдоров да из каких-либо бакдоров 4 виппоте чел явно тут не будет никогда в жизни блефовать от этого мы должны были одну ставочку коллировать так тут вообще непонятный товарищ судя по всему жирный хобби игрок не слишком хочется но смысле мне больше хотелось там сыграть через рейс но в 4 виппоте это чревато коллируем чушь чё у тебя туздама молодец я там обязательно должен был вип товарища коллировать это даже не обсуждается товарищ со в пипом 70 у него там все что угодно могло быть очевидно оказалось туздама оказалась столики как вы видите вообще прикольненькие такие неплохие настоящие субботние столы потому что сегодня у нас что правильно суббота так валет 9 посмотрим окей не посмотрим так ну здесь один хобби игрок жирный вот этот вот этого здоровича даже можно пусть он фишерегом будет заслужил фишерега он не хуже остальных фишерегов играет даже у него есть собственная стратегия по рейсу цбетов блин я вот ожидаю что вот этот чувак нас будет сквизить так ну тут понятное дело что мы делаем понятное дело что мы делаем да фигово если хитеса пушит если до матерка тоже здесь мы на флопе мы конечно же скажем волшебную фразу я улын братан сработала отлично эту фразу всегда нужно говорить это новый секрет секретная фраза она у нас в кадра нах теперь постоянно звучит если ты забудешь эту фразу сказать то то получается это скорее всего он проиграешь а если скажешь что скорее всего выиграешь вероятно сильно повышается выигрыша так вот валет 8 нет желания тут открывать спекулятивные руки когда вот этот товарищ после меня даже таких хорошо играбельные чел вообще не фолдит на цб ты любит их немножко и порезить еще добавок не надо нам такого спасибо учила ник сенсей ну возможно в чем-то он и сенсей но явно не в покере же ну не уходи все-то вот пожалуйста товарищ братишка там а9 будем изолировать лимбера сейчас он играет лимб мы его изолируем на 4 бб он со второй с третьей пары он играет донг окей ну пока мы ему позволим и потому что видите на чувака 666 рук нет дама 9 нет нет я бы все равно тут не выиграл так что не хочу все правильно выкивал это все-таки двухдырочный коннектор вот там они там и тем более вы меня замазала еще не 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 тут я точно не очень стою по чуйке вот видите учила короли да смотрите об тус 7 гений на фише это фиш ну все равно да тупо фиш зачем-то берет тус 7 3 бейтит когда там хобби игрок со фипом 57 да правильно нужно записать нот что это фиш в общем то а есть же на него уже но что он открывает валя даму разномастный уток и колец квиз без позиции и выставляется не-не-не-не товарищ ты у нас косишь под регуляра только 9 6 тупо отдаем он на таком ривере должен был поставить учила 2 пара не выкидывает ну так себе кол мне кажется ну ладно ему виднее 23 чел пошел вулын молодец а полеты зачем-то сделали кэш аут я надеюсь он докупится так тут мы открываемся 4 бб потому что вот это тело на большом блайнде в пипом 59 ну ну ты чё товарищ о на его место сша сел джон лес для нас это отлично будем автоматически забирать все блайнды так двойки чем мы делаем изолируем изолируем он на цб это выкидывает выкидывает ох донг под вторую пару он бы донкал тут один бб видим у него то пара поэтому легко сдаемся так пятерочки за вторым 10 6 просто скинем пятерочки конечно же зайдем посмотреть колом это товарищ видимо какого-то типа фишерек семерки мы тоже коллируем у 2 2 братишки пусть заходит мы должны хитнуть где-нибудь сет ну нет немножко бороды перепутали так вне стол полотенечка я это закрывать не буду тут коллировать семерки только чтобы дальше мувить у него рука типа восьмерок девяток тут без проблем восемь девять десять ну смысл не восьмерки и девятки и десятки так этот товарищ выкидываю тут мы чё делаем я тут думал коллировать или трибетать этот 5 2 у товарища молодец мы конечно же тут чеком бихает на флопе никакого смысла вставки нету неплохой в принципе ривер на туза валета в теории не должно быть с ним он скорее ставится бет если он не в крестях и он не хочет с ним чек резить например ну если тут прилетает от него пуш то все таки придется выкинуть он голого валета он не должен тут переигрывать наверное ну хотя у меня тоже тут туз валета нет непонятно так так окей да столько соточки тот нормальный но я с этого полтинничка уходить никуда не буду нет спасибо нет спасибо так сколько мы разим 5 6 б.б. да ну 5 давайте нет мы ничего не будем закрывать я за первым столом буду открываться в 4x пока вот этот после нас сидит товарищ глупаном 55 так семерки мимо 1 б.б. а гений тактус 4 нет бубновая карта я скинул пока нет бубновая карта я скинул пока блин семерки не получилось увидеть семерку на терне было бы прикольненько ну у товарища тут явно король икс максимум столики отменные я бы сказал за двумя я в позиции на хобби игрока со в пипом 65 а за остальными тут челу со в пипом 60 от меня слева короче играть можно такие столы даже нужно посмотрим посмотрим что там происходит так 4x10 фолд по-любому носатая обезьяна не очень интересный хобби игрок за вторым вот носатая обезьяна но пока справа от нас сидит сенсей мы будем радоваться плясать и танцевать так король валет мы конечно же откроем 48 просто чекнем никуда не попали не пытаемся забрать у вип товарища так это чел вообще переагривает похоже но мы тут еще вынуждены калировать сабет если он не будет под бетом конечно чек но мы радостно чекаем лоб мы уже ой терн уже радостно ставим и главное чтоб он нас на тузе хай не проколировал ну окей 8 10 товарищ 3 бетаит молодец хороший вип товарищ ну конечно не повезло но он точно так же возможно и там всякие там туз король туз валет по разыграл устал ну ну в смысле вы поняли да туз 10 дачал тупо там ага лица его нужно без позиции 4 бетаит в позиции калировать играть с ним вот так вот поппас лоб отличный и и ну и вроде там сайдинги специально такие средненькие делал чтобы для меня это было достаточно недорого так блефовать 2.6 совсем мусор вот выходит вот такой флоп и все равно вы должны выкидывать на цбет от джон леса очевидно на цбет от джон леса очевидно очень приятно так пятерки изолируем давай лимпи ну чувак ну чё ты думаешь окей не хочешь лимпить когда мы тебя подколем вот тебе лимпин 3 бет за четвертым столом так пятерочка на флопе есть отлично так пятерочка на флопе есть отлично не мелочимся ставим огроменный рейс ну то есть нормальный терн мы конечно же овербет пушим я овербет пуш братан отлично нет но флоп то для хобби игрока это конечно неплохой был так этот товарищ чё там open-raised мы его 3 бета им он более-менее там open-raised 12 вроде как плюс-минус думаю флоп мы конечно же чекаем бихайнд если он донкает будут думать черн однозначно ставка вопросов сайдинге если я ставлю одну треть то я ставлю еще и обязательно на ривере если я ставлю полпота и и больше то уже ставка средняя будет можно и не ставить на ривере ну как бы особо нечего добирать будет у нас тут с такой рукой где-то полторы ставки вот их нужно как-то раскидает на терны на ривер полторы ставки так тут 6 нет я тут против маньяков не буду открывать такие руки которые все равно выкидывать потом буду открываем либо там и играбельные там атомасники либо хорошим equity на вскрытие на вскрытие так тузы посмотрим вот этот випач сыграет может с нами давай товарищ випач ну что такое вот этот с нами сыграет я лун братан я лун братан так два три так здесь вот этот чел не докупился сел 22 на 8 полу полу хобби игрок да вот этот чел тут агрится агрится блин где этот стол какой у него не к солнце да мне нужно просто контролировать сколько там очередь чтобы если что сесть за место вот это или вот это в идеале потому что вот этот чел быстро закатается если его не контролировать так семерки мы конечно же открываем так как 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 так как так время тонкоет он все время тонкой я поставлю цвет magic turn он час опять поставит один blind а нет видимо у него флаж окей товарищ забирай забирай гений каждый полок донка это каждый борт колит рейс то что это кое я все-таки закол может он тупо хочет закончить играть есть такая вероятность мы ему в этом можем помочь ну нет пока не очень валеты товарищ так разыгрывает видите мин 3 бет потом один блайн ставит мультивейн у гений вот этого туз 10 понятно это так за первым как говорили открываемся в 4x пока после нас такое вейпи товарищ ну вот это даже ноции не особо писать стоит моего навряд ли увидим еще что-то у меня такое чувство могу конечно ошибаться так девятки мы хотим разыграть что же будет профессиональный донкбет нет нет нету профессионального донкбета ладно я тогда поставлю цебетик этого мы выберем если что тернам его там шестерки пятерки в нормальную карту нормальную карту окей забрали отлично тоже девятки мы очевидно заходим вейпи товарищ думает что ему делать он что хочет до лим 3 батить он хочет если алекс хольц скалирует и очевидно тоже все-таки длим то любая тучала не такой большой но хотя он супер заливной может он лим 3 батить руки хуже и выставляться теории может но пока что за этим столом он в плюсе так что не думаю что мы посмотрим со стороны с туздамой открываемся если чем мы с вот этим sunset king можем выставиться ну с вот этим тоже мы можем выставиться в принципе давай вот так вот у него дофига шашек он может без проблем захотеть посмотреть на флоп но нет не хочет не хочет смотреть на флоп вот 76 мы тут открывать очевидно не будем ни за что когда там маньяки сидят коллировать тоже не будем коллировать только со целью переставить потом этого вот у товарища дамы он лим 3 батит дам этот на туз 10 зачем-то 4 батит дальше ну ладно 4 б ты чё ладно но вот вкладывать деньги ну не они они это вот ужас ужас вот это вот 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 это вот это вот ужас просто полдек витит 0 0 0 0 0 и у него тут всегда худшая рука 0 полдек ведь у него худшая рука он зачем-то ставит цб на флопе ладно ты в нужную тебе карту ставишь дальше тёрну но ведь не в бланк или он надеется что вот этот чел выкинет там туз даму туз валета а сейчас разбежался выкинул он туз даму туз валет на тёрне 4 3 без позиции мы конечно фолдим без кучи и и пи товарищей в банке король 9 против носатой обезьяны защитим мы тут должны очень часто чекрэйзить дома 8 это все-таки за границей без блокеров мы не будем 4 бетить хотя по статам на самом деле можно но это все-таки слишком широко будет если он коллирует чекрайз то полный бланк мы не ставим полный бланк мы не ставим мы ставим в страшной карты в которой он будет вынужден но пак но по крайней мере часть топ-пар там оверпар вторых пар вы выкидывать но в бланк фалтек ведь и думаю 0 если чел коллирует он хочет он не собирается выкидывать в бланк чаще всего 28 выкидываем там опять выкидываем дома 4 король 5 руки с кикерами 5 6 7 10 45 83 так туз 10 мы конечно же будем залейтить плана отдадим на туз 10 туз валет я уже 3 байтил туз 10 ладно там атирка там атирка там атирка там атирка там атирка Так, смотрим, что тут чел делает. Так, ну он фолдит на цбета, если не донкает. Но донк у него 73 только. И он его дефает. Так, 2-3 мы, конечно же, выкидываем. Без вариантов. Я собирался со второго стола, возможно, уходить, но тут вот этот товарищ со впипом 43. 45, то есть пока что нам компенсирует немножко. Король 8 за четвертым скинем. Все равно сложно будет играть, да, даже если мы хитнем там топ-пару. Поэтому ну его нафиг. Так, еще столик соточки собирается. Более-менее нормальный. С чаром. Валет 7, если вот этот заходит, я зайду. Ну нет, если бамбу, что-то уже не будут заходить. Все-таки валет 7. Ну, блин. Ладно. На таком флопе это, конечно, нормально сыграл, но на всех других не очень. дамы 5, король валет. Король валет. Я сам хотел по 3-бетать. Окей, не дали. 4-бетать мы, конечно, король валять не будем. Это будет слишком широко. Чел тут явно более-менее нормальные руки 3-бетят. Хотя, конечно, открывается випач, но и тут сидит випач. Он еще не был в ситауте. Он тоже будет часто коллировать. Даже 4,50. Поварали. И надеемся на 3-бет от товарища. На большом блайде. Вот. Нужно уточнить. Отличная карта. Теперь у Чела могут быть 2 пары. Я поставлю полпота и пусть он сыграет рейс, если у него 2 пары. А то если мы поставим огроменную ставку, то он уже навряд ли будет делать рейс. Ну так у него не было ничего. FD-шка была просто. А что-то тут не могут раздеть хобби игрока этого. Он тут только набивает шашечки. Так, и здесь випатч ушел, к сожалению. Этот со випом 65. т так, это что, был лимбованный пот или чё там по король 4 чё произошло а чел заколировал на ривере король 4 прикольненько так так туз 8 и тоже не открываем только там сильные руки туз валет плюс например apple jack давайте посмотрим как реагирует 45 против нас фолдит на 3 беты вообще этому его мы не перед ребачиваем у а Так, валетрим очевидно фолдируем. Ну на модели блайнда неплохо. Так, стол полтинника открывается. Ну ладно, мы тут можем уйти. Ой, стол соточки, мы с вот этого стола полтинника можем уйти, в принципе. Тут мы без позиции на вот этого товарища. И может быть там на соточке тоже есть такой хороший. Посмотрим, по крайней мере, давайте. Так, ну вот справа от нас тут какой-то товарищ. Эти два так себе. Посмотрим, посмотрим. Так, 8-4 мусор. Ну, вообще-то на баттоне это, конечно, не мусор, но вот этими товарищами я не хочу играть на 8-4 с агрессивными. А может они тимплееры, но как бы они просто из разных стран. Из Ирландии и Юка. Нет, видишь, они между собой фигачатся чуть-чуть. У них просто вот практически одинаковые сататы. Как вы можете видеть. Валято будем чек-рейзить. Чел агрессивный. Ну, нет. Он, видимо, пустой. Сыграя сейчас рейс. Давай, пожалуйста. Ну, нет, он вообще пустой. Увы. Ловишь сет на более-менее дровяном. Ну, флопе. И чел агрессивный вообще чел, который ставит 60%. Он чек-фолд играет. Ну, окей. Хоть выиграли. Это тоже нормально. Так, 8, 9. Мусор, мусор. Так, они там что-то между собой разыграли. Какой-то небольшой банк. Да, при флопа, сансет. Требетил на туз, 8. Коллировал терн. Короче, развлекаются челы. Ай, он чекнул на ривере. Ой, я большой сайдинг случайно сделал. Ну, ладно. Не страшно. Ну, вообще-то 7,9 можно эколировать. Требетил на туз. 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 Ну, тут легчайший был колдаун. Чел, переоценил немножко. Ммм, надо подумать. Ммм, надо подумать. Ну, вообще его колдаун до флопа, мягко скажем, средний против адекватного чела, да, без позиции. Ну, ладно, это пофиг. Ммм, вот видите, в чем проблема в этой ставке, то, что он должен ставить ревер всегда, да? Из-за этого, мне кажется, нормально сыграть чекрейз терна. Ну, в идеале это, конечно, шатобы чекрейзить, шатобы у него там хоть немножко было эквити, но я после чека флопа, я часто отложенный цебет терна поставлю, и он его может офигенно чекрейзить в теории, как бы, да? Это так, это в вакууме. Ну, так тоже, около Диалыча. Вот если не коллировать до флопа, то и не будет таких фиговых ситуаций. Так, тут мы вынуждены коллировать, потому что VIP товарищ тоже зайдет. Вот этот, а он нам нужен, сыграть с ним под. Так, ну, 9-7, все. Пустам у товарища, окей. Это нормально. Так, непонятного чела. Мы с ним не будем разыгрывать в этой позиции банк. Толик отличный, но я закончу сессию. Чувствую, что я уже чуть-чуть начал уставать. Это плохо. Если концентрация хоть немножко теряется, то все. Дальше будет только вероятностью 90% еще хуже. Я тут отыграл сколько рук? 550. Сейчас мы досидим на двух столах до блайндов. И закончим. Посмотрим. Че, кого? Че, куда? Так, шестерочки мы, конечно, откроем. Откроем, откроем. Мы хотим, конечно, уже поставить c-бет. Чел на c-бет и не фолдит, но нам это без разницы. Если мы ставим флоп, то мы ставим и терн, очевидно. Чтобы весь его мусор... Мы не хотим чеколить на терне, потому что у нас слишком слабая. И на... На последней карте выйдут еще там оверкарты. С валетами там, с адамами там, очевидно. Чекол терна был бы лучше. Мы хотим поставить, выбить его тузы хай. Все, что хуже дамы и короля. А, ну, короля мы, конечно же, не выбиваем, но... Тут тупо чел на флопе, думаю, не фолдит практически ничего. Нам просто, можно сказать, не повезло. Потому что у него фолд на c-бет 17. Как вы видите, мы должны там были выбивать весь этот мусор на терне. Так, один стол закончили. Сейчас еще один закончим. И посмотрим на результаты. Думаю, микро плюс какой-то. Окей, 8.4 закончили. Так, смотрим на результатики. Так. Ну да, там... Такой вот микро плюс. Все линии в плюсе синие. Не супер. Ну как бы. Как-то так. Все. Всем спасибо за просмотр. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok